привет дорогие друзья и недорогие не другие тоже всем здравствуйте как всегда когда я возвращаюсь из поездки мне задают вопрос ну как съездила я вчера вернулась из гранады гранада находится на высоте 700 метров над уровнем моря и поэтому климат там ответь отличается от прибрежного отсюда мы уезжали здесь температура днем 18-20 градусов а туда приехали и там обещали не больше 14 градусов по этому поводу остряки испанцы начали изощряться в остроумии с самого утра о пингвины едут морозится другой говорит а мы оденемся как луковицы во множество одежек и так далее когда мы приехали в гранаду и там сразу был снег конечно пингвины сразу наши увидели снег и бросились фотографироваться с этим снегом ой так как снега люди в испании не видят то там были сделаны снежные горки из пенопласта был искусственный каток дети там с удовольствием катались конечно город уже украшен к рождеству и там в город идешь такой аллеи она усажена платанами и там рождественская ярмарка проходит мы прошлись по городу кое-какие там посмотрели достопримечательности но основная наша цель была поехать на другую сторону от города в район сан-кристабал чтобы посмотреть чтобы там пройти настоящим арабским кварталом и вечером посмотреть на закат который когда-то билл клинтон сказал что более красивый закат он никогда в жизни не видел и с тех пор для туристов это просто маст хэв увидеть этот закат как как мы обедали у нас мнение разделились часть группы пошла у них там был готов комплексный одет обед пошли мы с испанками шесть человек отправились в поход по барам происходит так мы пришли в один бар ну все взяли кто что два человека взяли пиво к примеру три человека взяли пиво безалкогольное а я взяла красное вино к этому нам подали здесь это называет закуска тапас ну такую тарелочку с мелкой пожаренной рыбкой выпить и по чуть-чуть закусить мы быстренько эти все закусочку съели я говорю а что больше другого не будет они горит а мы здесь больше не останемся вот сейчас мы выпьем то что взяли и пойдем следующий бар хорошо мы пришли следующий бар тут я уже взяла тоже безалкогольное пиво нам тоже подали какие-то закусочки туда-сюда потихоньку там разные что-то ели кому что что из закусок запомнилось там какие-то были сама бы я не взяла такое жареные кусочки сало ну в общем вполне обычные закуски ничего особенного мы закусили выпили закусили в этом баре пошли следующий бар там тоже самое повторилось потом мы пошли еще в один бар ну я им сказал знаете я пойду вещи в гостинице отнесу потому что я оставалась на ночь в гранаде и пока я в гостиницу отнесла вещи они успели посетить еще два бара и так везде выпивали и по чуть-чуть закусывали так что такая обычная испанская такая манера ближе к вечеру мы поехали на другую сторону гранады там на горе находится район сан-кристобал и мы пошли на смотровую площадку чтобы полюбоваться заказом перед тем как зайти на смотровую площадку гид сказала рюкзаки сумки все вешаем на грудь полно карманников обчистят в один момент действительно там на своей смотровой площадке народу битком мы просто нигде не не протолкнуться с этой горы мы потом посмотрели закат уже стемнело и и мы пошли все ими этими арабскими улочками пошли вниз и когда мы спускались туда к центру города там есть район сакрамонта и в этом районе это цыганский район и цыгане там живут в пещерах да у них дома построены в пещерах и конечно нам было это интересно посмотреть мы спросили гида не можем ли мы пойти посмотреть на сакрамонте и гид погрустнела и говорит ну это же цыганский район дело к вечеру ну нет я не боюсь нет но но нет 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 мы не пойдем как-нибудь другой раз и нет не пойдем и к сожалению мы этот район не для без гида я туда на следующий день не решила съехать и у меня была другая программа город весь украшен но он весь украшен рождественской иллюминации очень все красиво народ гуляет кафе и рестораны забиты в общем народ вовсю гуляет и агровали кеда у меня была заказана гостиница прям в центре города но на тихой улочке совершенно чистенькая хорошенькая гостиница с названием сакрамонте и она стоила всего лишь на 40 евро в сутки ну и в это вообще и в номере было все что необходимо удобная кровать все очень чисто гели для душа фен телевизор интернет ванна в общем все что угодно замечательно там переночевала и следующий день я собиралась провести во дворце это дворцовый комплекс альгамбра этот комплекс когда-то построили это уже лет семьсот назад построили мавританские правители и он включает себя комплекс различных дворцов и огромный красивейший парк и я собиралась провести в этом парке весь день но к сожалению утром а в гранату пришел противный моросящий дождь и конечно ни о каких посиделках в парках не было уже речи поэтому я пошла конечно в этот комплекс там это все множество уже раз постраивала подстраивалась перестраивалась реконструировалась и так и прочее основные постройки сохранившиеся дворцовые они относятся к 14 веку и этот комплекс дворцы насрида они считаются жемчужины исламской архитектуры я отправилась в альгамбра туристов столько что не протолкнуться никакая лихоманка их не берет никакой дождь их не берет везде толпы народу ну деваться некуда в таких местах всегда много туристов и поэтому тоже я пошла обошла все эти сады причем вход в эти дворцы по предъявлении билета и удостоверение личности да а чтобы попасть во дворцы насрида которым около 700 лет нужно было заранее заказать время потому что опускают по билетам и только в определенное время все не вложился в полчаса для входа птичка улетела веса сгорела ты не попадешь во дворец дворец производит огромное впечатление все эти ажурная арабская вязь все эти портики арки мрамор необыкновенно красиво сады в альгамбре это конечно великолепный огромный комплекс это на горе я поднялась на гору и там в этом саду полно и с одной стороны там сады и дворцы и с другой стороны перейти и там всякие и портики и дворики и фонтанчики и все эти замечательные и фруктовые деревья и очень ухоженные все эти кипарисовые аллеи это совершенно замечательно в погожий день там можно провести было бы провести целый день любую с этими парками ну я думаю я туда еще приеду весной и пойду в альгамбру на целый день чтобы насладиться этим великолепием хоть было и дождливо и сыро села все равно получила огромное удовольствие так что если соберетесь в испании не забудьте пожалуйста граната и альгамбра обязательны к посещению а на этом я с вами прощаюсь спасибо за внимание и до новых встреч